Итак, у нас в сердце, у нас есть психическое тело, оно называется маас на санскрите или тонкое тело ума. Это психическое тело, оно является такими каналами психическими, которые формят весь организм энергией счастья. Каждая клеточка организма нуждается в энергии счастья. И для этого ум постоянно ищет счастье. То есть он ищет счастье через глаза, то есть определенная энергия счастья через глаза входит. Другая через уши, третья через вкус, четвертая через запах и так далее. У каждой энергии счастья через каждые из пяти чувств, которые принадлежат уму, приходит энергия счастья. Но она имеет разное значение. Допустим, через вкус энергия счастья, которая приходит, она предназначена для того, чтобы тело получало прану, психическую энергию, чтобы она такая сильная становилась, здоровенькая. Как, допустим, ребеночка берешь, он такой значит, он достаточно прана имеет в организме и хочется его поймать, чистить. А бывают такие, вяльненькие дети такие, прана мало. Это значит, нужно больше свежего воздуха, больше кормить этого ребенка для того, чтобы у него через вкус и через запах получалось больше энергии. Понимаете, тело питается через вкус и через запах. Нужно дышать и нужно кушать. Тело наполняется энергией, здоровью через запах и через вкус. Поэтому нужно свежий воздух, вяльненькому ребенку и нужно хорошее питание. Два чувства. Чувство обоняния дает энергии телу и чувство вкуса. Следующее чувство зрения. Наполняет силой ум уже. Сам ум работает хорошо через зрение. Поэтому большинство людей, так как у них с умом проблемы, так как настроение плохое. Настроение плохое, что мы делаем? Садимся, включаем телевизор, расчеркиваем, где энергия для ума, чтобы я успокоился. И каждый успокаивается в своей сфере. Кому-то нужно посмотреть дефектив. Стреляет хорошо. Так, кому-то надо посмотреть порнографию какую-нибудь, ему тоже легче становится. Вот, ну что-то каждому что-то свое. Понимаете, надо посмотреть, чтобы в уме стало легче. Вот. Ум наполняется через глаза силой. А вот разум, который меняет нашу жизнь, что такое разум? Это сила, соединяющая с источником счастья. Вот что такое вера? Вера – это шнур, который соединяет меня с солнцем. Чтоб я загорелся, я, допустим, лампочками надо гореть, я должен быть соединен с солнцем, с источником энергии. Вот это вера, которая соединяет меня с источником энергии, чтобы пойму текла энергии счастья. И я что-то раз загорелся. Разум – это такая сила, которая может соединить эту соединительную систему и установить. Разум – это такая сила, которая соединяет меня или мою психику с источником счастья. А что такое вера? Вера – это сама связь. Вот этот шнур. Нужна связь. Если нет связи, значит, не будешь пользоваться энергией. Вот женщина, допустим, говорит, я иногда молюсь, иногда нет. У меня иногда включается лампочка, иногда не включается. Почему? Потому что шнур неисправный. Там нет хорошей связи такой, с источником счастья нет хорошей связи. А мы так волновались вообще, что вы у нас навсегда ушли. Нет? Вот вам цветочек, чтобы не уходили. Вот, ловите, ловите. Вот, все, теперь вы уже точно у нас цветочком связаны со мной. Видите, я сделал связь. Я ее связал с собой цветочком, она останется на лекции теперь точно. Никуда не идет от нас. Сто процентов. Итак, разум предназначен для того, чтобы связать нас с источником счастья. Разум действует через звук. И человек через звук может нащупать источник счастья. Не через глаза, а через звук. Поэтому увидеть человека хорошо. Но если ты хочешь с ним жить, ты должен его послушать сначала, пообщаться с ним, поговорить. Потому что надо понять, как действует его разум. Встречаем по уму, а провожаем по разуму. Понимаете, встречаем по красоте человека. Это умственная энергия, красота. А разум – это то, как человек будет жить. Как с ним же жить надо? Мы же не с красотой человека живем, а с человеком самим. Так? Поэтому надо узнать, как он общается, о чем он говорит. Может, он вообще по фене ботает? И как с ним тогда будешь разговаривать? Уже тяжелее, да? Он как-то там по жаргону, как-то по-своему. Тяжелее уже будет жить. Ну, то есть у каждого человека свои представления о жизни. И это все называется разум. Разум – это то, как человек стремится к чему в жизни, куда его дорога по жизни идет. И если разум связан с Богом, то есть с солнышком, представляете, сколько силы у человека у этого? Допустим, один человек связан с другим человеком. Получается тоже хорошо. Две лампочки – уже больше света, да? Одна другую вытекает, одна погасла, другая загорелась. Они друг другу помогают. Но представьте, если они связаны с электростанцией. У них сразу много света у обоих. Это все для вас кажется теорией. Просто, ну, понятно, что если вы не будете это все использовать, ничего вы не поймете из этой лекции. Понимаете, вот женщина сказала, я начала молитву, мне стало легче. Женщина сказала, я почувствовала, что что-то плохо, что-то плохое почувствовала. Она даже еще, может, точно не понимала, с кем, чего. Ей просто плохо в сердце стало, потому что мама же не спрашивала. Ей нужны силы, и она сразу начала с нее сердце тянуть. Потому что мы же связаны друг с другом в сердце. Понимаете? Мы связаны, хоть мы этого не знаем. Почему мама ребенку плохо, допустим, на улице, а мама чувствует это? Потому что она с ним связана. Она чувствует это на улице, чувствует, и она бежит как, ну, Вася, ты где? У меня мама всегда звонит, когда мне тяжело, она звонит. Олег, ты где? Я говорю, в Новосибирске. У тебя все нормально? Мама звонит всегда. Почему? Когда мне плохо, тяжело, я болею. Я говорю, мамочка, все классно. Она, я думала, ты болеешь. Понимаете, то есть связь есть даже. Она там находится в Тольятти. Я в Новосибирске. Где-то там сколько? Три тысячи километров расстояния. Все равно связь есть. Ради высокой любви мы обязаны Помнить, что с нами пожизненно связаны. Нитью незримую, нитью незримую наши любимые. Так? Нитью незримую связаны. Помнить надо об этом. Помнить означает включать связь. Надо это включать связь. Вот девушка говорит, я маму могу забыть. Вы не можете забыть, потому что она же с вами связана. Если она придет время, она вам сразу о себе напомнит. Вы почувствуете, вспомните ее в сердце, значит ей нужна помощь. Вы почувствуете ее. Просто мы об этом не задумываемся. Мы сейчас образование такое проходим. Как помогать в своей жизни? Как сделать так, чтобы муж никуда не делся? Вот хорошо, когда жена готовит дома. Она знает, у нее есть связь с солнышком. У нее с Богом есть связь. Она такая сильная, наполненная. Сияет от этой энергии связи с Богом. И она знает, что муж никуда не денется. Поэтому она не ревнует. Одни люди ревнуют, но сейчас не хватает сил держать мужа. Ты куда ходил? То есть человек чувствует, что может потерять. Она ревнует. Или сказала, а некоторые даже боятся говорить. А вдруг еще обидится и вообще уйдет. И она думает просто, куда же он ходил? Ну куда он ходил? Это называется нехватка сил. А если у девушки хватает женской энергии, любви, силы хватает, она наполняется светом, молитвой каждый день. Раз, у нее в сердце все нормально. Она знает, что никуда не денется. Поднимите руку, у кого такое хватает? Он знает, что никуда не денется. Правильно, я тоже вижу. Угу, хорошо связано. А кто чувствует, что куда-то может драть, ревнует? Вот, не хватает энергии. У вас тоже, да, не хватает, моя хорошая. Уже все, уже оторвался. Улетела ласточка, да? Давно? Пять месяцев назад. Пять месяцев назад, ага. Так, а вы вот по лекциям делали то, что я говорил? Молились там, что-то делали или нет? Молились там, что-то делали. Молились там, что-то делали. Но... Че, но? Молодой ушел. Ну и че к молодой, че к молодой? Молода же не молится, а вы молитесь. Работать не имеете. Ну и че, нормально. Вы говорите объем работы сейчас, да? Или о чем вы говорите? Я могу. Вы говорите об объеме работы. Да. Он виноват? Я, когда слушала ваши лица, всегда думала, что если я смотрю на других мужчин, мой наушник куда-то делится. А потом говорю, взял, что на 15 лет и младше... Вот горшок пустой, да? Он предмет простой. Он никуда не денется. И потому горшок пустой гораздо лучше ценится. Но с медом... Если горшок с медом, значит, тогда он может куда-то деться, да? Мед же сладкий. Он нравится. Мед нравится кушать всем. Вы говорите сейчас объем работы. У меня вопрос. Сколько вы молитесь? Все пять месяцев? Да. А вы думаете о святом человеке во время молитвы? Или о муже думаете? Да. О святом человеке во время молитвы. Так, супер. Итак, думайте о святом человеке. У меня к вам вопрос. Он виноват? Да. Не нервничайте. Или, может быть, между вами вина уже стоит? Где вина находится? Ну-ка вспоминайте, сейчас думайте. Уже приходит? Да. Ну-ка, уже приходит. Классно. Он приходит и говорит, что у нас с ней я самая рада на самом деле. Супер, супер. А там мед, да? Там горшок с медом, да? Мы самые родные. Хорошо. Так, хорошо. То есть, вы самые родные, а мед там. Хорошо, супер. Классно. Кто виноват? Вот когда ушел, кто был виноват? Ну, он сказал, что виноват он. Не, не, вы, 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 мы сейчас про ваше сердце говорим. Вы меня не понимаете, о чем я говорю. Я сейчас говорю о вашем сердце. Просто для меня был такой удар, что… Вот смотрите. Судьба может находиться в другом месте. Она может находиться по пути ко мне. И она может находиться у меня в сердце. Судьба может быть там, без надега. Судьба может быть по пути. И судьба может быть у меня в сердце. И это определяется по тому, кто виноват. Мы сейчас тестируем сердце. Вот когда он ушел, было очень больно. И он был виноват. Гад такой, убила бы, да? Нет? Ну, не убила бы. Я его как-то люблю до сих пор и не знаю, как… Убивать или нет, не знаете, да? Как вернуть не знаю. Как вернуть не знаю. Сейчас я вам объясняю. Я вам объясняю, как вернуть. Объясняю вам, как вернуть. Вот хочу на этот вопрос поймать. Это «вернуть» означает объем работы. Понимаете. Что я вам направил вам? Надо думать о источнике света. У вас не хватает света внутри. Вы должны во время молитвы думать об источнике света, а не о нем. Потому что вы его не вернете своими силами. Ничего вам непонятно. Если было понятно, уже вернули. Вы просто слушайте. И все. Если вы правильно настроены, вы думаете об источнике света. Каждый день. Сколько вы молитесь по времени каждый день? Много. это очень мало час минимум течение часа вы должны совершать эту молитву сначала без надега в сердце чувствовать скала неприступная он виноват гад такой убью хоть и люблю дальше думайте я не хочу думать об этом человеке я не смогу его сама вернуть у меня нет силы господи где же ты где же ты святость нашли источник святости какой-то святой человек верите в него чувствуете от него полный сердце или просто о молитве думайте какой произносите от нее от молитвы от этой становится легче или от святого места какого-то становится легче в чувстве смотри легче становится или от священного писания вот у нас библия семейная уже третье поколение вот стать ставлю это святой предмет смотри мне кланусь легче становится или просто предмет со святой земли лежит у вас дома берут там свиналов как-то не легче становится или в сердце прижимает и в это время молитва потому что нужно действовать разумом нужно с помощью звука соединить себя с источником счастья с помощью звука соединить себя с источником счастья плачете потому что вы хотите результата на хорошие вы не трудиться какие-то результаты допустим я прихожу сдавать экзамен не надо сдавать экзамен означает знание показывать а я встаю смотрю ты чё орешь или рывешь на меня я 4 хочешь да люди плачут от чего того что хотят результата быстрее чем положено а вы 5 хотите да смеетесь надо вы не плачете всяк открывает нас получите 4 человек который хочет больше чем положено никогда не получает то что надо чтобы получить 5 надо забыть про 5 нужно трудиться и трудиться в своем сердце радоваться преподавателем два вида труда первое уважение к преподавателям не навязываться к ним я не претендую ни на что я не собираюсь как бы возвращать мужа это бог решает вообще я может не достойно жить замужем извините я хочу попробовать свои силы и я хочу сдавать экзамен я начинаю молитву я хочу сдавать экзамен вы мне принесли воды да у меня цветочки больше же а я бы дал вам обязательно мне подарить цветочки в конце лет уже меньше шансов видите я сказал подарит уже меньше шансов потому что когда навязываешься уже неинтересно так уважительное отношение к преподавателям сразу им легче на сердце становится уважать с ними связь они вам пятерку будут ставить или не ставить если вы уважительно к ним относитесь легкое чувство к ним такое пожалуйста поставьте как считаете нужным это же сердечная работа мне хочется 5 хочется 5 а я побеждаю свое сердце с помощью молитвы говорю пожалуйста как считать нужным то есть в своем сердце такой у меня ответ к нему и не сразу раз как солнышки просияли он чуть-чуть хороший человек эти все задолбали уже студенты со своими желаниями а как пришел такой скромный хороший это первая часть работы уже легче преподаватели легче уже бог думает ну ладно это хоть не конючить мужа хорошая женщина и второе это труд а что за труд нужен труд по восстановлению связи с источником света люди то почему страдают все потому что они на себя надеются они сами хотят мужа вернуть понимаете а мы по своей природе зависимые мы рождали сами себя или нет нет мы можем без воздуха жить нет мы без пищи можем жить нет мы без воды можем жить нет мы сами себя из этого мира уводим нет приходит время мы оставляем этот мир точно так же понимать мы зависимое это означает что нам всегда нужна какая-то сила в жизни и если человек на себя только надеется муж ушел вернись я все прощу вот а он не возвращается у него там меда здесь меда нету почему здесь меда нету потому что точно так же как он от вас ушел бы прошлой жизни также ушли от своей жены прошлой жизни будучи в мужском теле я даже вижу когда конкретно и как это произошло да вот и за это вы сейчас ответили но мы же не знаем об этом чтобы об этом узнать надо опять знание приходит от того что человек со светом связан это называется озарение человек молится молится думает о святости и в какую-то бацан чувствует что он виноват сам судьба приходит назад в сердце она сейчас почему из сердца убежал потому что у вас нет знаний во тьме понимаете знание вместе со светом ушло из вашей жизни вы думаете не вернется там красивая а я уже не такая молодая понимаете они вместе работают а я с ним не работаю вот у вас как бы есть объем работы вот все что вы назвали это объем работы и все все равно она не может быть сильнее бога а бог вас соединил с ним вместе вас это ваш муж они и это ваш он соединил вместе это между вами находятся дети вы две крыши этого домика а в них живут ваши дети бог создал этот дом не зря трое детей бог создал не зря этот дом чтобы он дальше жил этот дом существовал но вам надо сдавать экзамены сейчас для того чтобы этот дом остался жить эти экзамены сдаются непросто понимаете почему потому что вы это делаете знаете точно так же как вот иногда человек ну просто что-то делает формально искренне ну 20 минут вам чуть-чуть облегчение наступает это сердец чуть-чуть и вам этого хватит а знаете почему он прибегает потому что когда человек начинает молитву все к ним прибегают даже тараканы будут подползать я когда начинаю молитву даже муха одна представьте муха ко мне подлетает и мучает меня до человек молится он всем нужен телефон и начинает звонить все хотят энергию счастья вашу наше счастье нет никогда а когда появляется чуть-чуть вот когда человеку звонят когда он кушает когда он спать ложится когда он постели с кем-то лежит все звонят сразу почему энергия счастья чуть появилась на улице злой всем нужна энергию счастья а если уж вы солнышком соединили свою жизнь со святостью тогда тем более будут звонить все подбегать нормально продолжаем молиться ребёночку сказали дальше молиться не останавливайтесь знаете я вот много лекций уже много семинаров на эту тему провел и знаю точно ответ почему всего 20 минут знаю точно ответ вот скажите какой ответ ну лень да это факт но есть еще более отрезляющий такой ответ ответ вот она она не знает этого ответа а я знаю может узнать скажите сил не хватает на представьте вот вы идете по пустыне и озеро вот она вот перед вами вода здесь рядом чего вам не хватит сил дайте даже вопрос жизни и смерти как вы не даете веры не хватает это факт это факт вера это как чувство солнца это факт но есть еще более отрезвяющий ответ галина такая давать не хочет это факт что мы давать никто не хотим мы хотим только брать это мы все одинаковый ответ такой вот сосредоточьтесь и послушайте меня сейчас это очень важный ответ для всех он одинаковый для всех вот смотрите я вот посмотрел на всю ее молитву сейчас и увидел одну простую вещь она молилась 20 минут молилась потом через 20 минут где-то через 17 минут ей становится в сердце чуть-чуть полегче она чувствует уже как-то облегчение психика расслабляется и уже дальше молиться в общем-то и незачем почему потому что уже легче стало вот чем проблема заключается проблема заключается в том что нам счастья то особо и не надо знаете нам счастья то много в жизни и не надо чуть-чуть лучше стало и до свидания не были мы ни на каком-то реке нас здесь неплохо корни вот такой маленький ножки толстые подпугая натоите натоите полетели натоите да не будем мы ни на каком-то реке нас здесь неплохо корни чуть-чуть больше счастья до свидания работа над собой до свидания молитва мужик то вам не нужен ведь понимаете не нужно вам чуть-чуть по счастья побольше и хватит а нормально живем же и живем или нужен нужен тогда по все по-другому должно быть тогда надо молиться пока вы не почувствуете что он вернется вот здесь должна быть связь установлена с ним понимаете связь я вот сейчас чувствую какой объем работы нужно проделывать чтобы он вернулся в вашем ритме час двадцать молитвы каждый день через час двадцать у вас сердце победа будет чувствовать что все пошло пошло возвращается но у вас нет веры понимаете вы сидите смотрите на меня я вам об этом говорю что через час двадцать будет победа ничего вы не поняли нет веры нет веры в сердце улыбаться пошла все пробила хорошо пробила чуть-чуть ну что вы поняли ну-ка расскажите мне можно еще что вы поняли ну-ка рассказывайте рассказывайте все что вы сейчас поняли ваши молитвы которые вы верите вашему святому надо читать слушать голос кого-то нужно к возвышенного человека чтоб вдохновлял вас потому что у вас нет силы своих воздушевная сила очень слабенькая сейчас вы зарасходовали все свои силы вы своими силами хотели его вернуть и силы кончились у вас сердце оно пустое сейчас поэтому неправильное поведение когда человек верит в бога он силы хранит на молитву он не расходует силы он не переживает не по не вспоминает о том что и думает о том гав ты такой зачем ушел он тратит себя вести от этих мыслей зря силы не тратит потому что силы же на молитву тоже нужны чтобы молиться нужна сила а а ее нет а вы вы думаете когда вы что делаете вы пытаетесь своими силами его вернуть назад а своими силами вы его вернуть назад не можете потому что силенок у вас не хватает и в результате вы истощаете и становите несчастны понимать чувствуете поражение не победу поэтому не надо о нем думать это как война понимаете когда большими силами атакуешь один раз победил отдыхай понимаете а если ты постреливаешь там туда-сюда туда-сюда никакой победы не будет потому что всех убивают в это время победа с большими силами осуществляется этот день победы порохом пропал спасибо на вас я отвлекся вы что думаете что я сейчас на вас отвлекаюсь она уже стесняется все назад микрофон мы вас будем доделывать до конца чтобы вы поняли что делать до конца вот почему убирать микрофон сейчас у вас душевная работа пошла вот пытайтесь понять когда душа когда сердце меняется так в сердце начинается победа тот человек не готов к этому он как бы верит в поражение еще пока и он в это время все-все-все до конца работает мы же пришли побеждать все вот теперь был уже краник пошел открываться видите вы глубоко вздохнули сейчас да вот это означает что у вас связь пошла с мужем уже в сердце все тогда связь пошла мы начинаем теперь другую жизнь с вами это жизнь победы это не жизнь поражения думаем о святом человеке не знаем как молиться поэтому слушаем голос того кто знает в интернет любого монаха молящегося найдите поэкспериментируйте если он искренний вы сможете так же как он а потом глубже его почувствовать настроение не понравится другого найдете пока не найдете того в каком настроении вам нравится молиться ищите помощь слушайте звук и как он молитесь вместе с ним поклоняетесь источнику вашей веры читаете эту молитву которую вы чувствуете победу дает веру дает вам силу в вашей вере в вашей культуре ничего не меняем трудимся над судьбой так как надо что мы должны почувствовать в сердце силу должны почувствовать не бояться что потом придаст меня жизнь она обязательно предался обязательно он позвонит скажет как вас зовут Олечка я тебя так люблю но мне здесь нормально поэтому и у вас сердце опять тяжесть ничего страшного мы победим все равно потом постепенно чтобы он не делал у вас здесь будет спокойно это значит что вы уже на грани победы что вы объем работы основной сделали ваше сердце и будет переполняться вот этим я не могу больше это слушать я могу это смотреть терпеть столько несправедливости вы будете чувствовать что вы справляетесь у вас появятся силы хоть и боль будете чувствовать это значит что судьба уже на пути и вы будете чувствовать что я виновата тогда вы чувствуете он когда судьба придет в ваше сердце вы поймете почему он ушел он ушел потому что вам на него было наплевать вы не думали о нем последнее время то ли из-за усталости то ли из-за занятости я не знаю в чем дело но вы не уделяли ему душевной любви не давали достаточно я чувствую это холод из вашего сердца по отношению к нему шел что видите вы не чувствуете то что я сейчас чувствую вы не чувствуете вы говорите нет Олег Иначе я хороший он плохой хорошо нет проблем молитесь дальше он хороший я хороший а кто плохая судьба ваша вас учит просто и все у вас все получится вот сто процентов я на вас посмотрел все это время мне нет никаких никакого маленького малейшего чувства что он уйдет навсегда я чувствую примерно срок когда его потянет где-то через шесть с половиной все месяца что он потянет назад и если вы для этого времени не проделаете свой путь то он как просто он влетит в вашу жизнь назад как резинка натягивается и улетает как жгут натягивается и потом летит назад так и он влетит назад в свою семью как ободранный пес с надписью кабелина на лбу а